здравствуйте дорогие друзья мы сейчас покажем как надо правильно срезать сирень и как надо правильно обрезать цветоносы уже у тюльпанчиков время пришло смотрим ролик приятного просмотра вперед поехали до новых встреч подписывайтесь на канал так сейчас расскажу как правильно срезать сирень что в следующем году она обязательно вам дала цветоносы потому что если неправильно срезать то сирень вам даст или не на тех ветках которые вы хотите или не общение расцветет рассказываю если срезаете смотрите вот допустим нравится вот эта веточка вы должны срезать ее вот эту вот часть которая посрединке потому что вот эта которая вверх пошла это именно отвечает за следующий год цветение вот получается что если мы срежем то у нас получится вот такой маленький маленький вот этот стебелечек обычно хорошо стоит если срезать ее вот досюда но если мы срежем досюда то она следующем году это веточка не расцветет а только вот видите она даже маленький отламывается ну вот можно отрезать вот здесь вот так вот вы тут тогда вот эти две расцветут вот так и сделать если хотите чтоб дольше цвела но если хотите что в следующем году много цветков было то срезайте лучше вот сейчас еще раз вам вот эту посредине вот вот тут вот тут вот видите а эти две длинненькие зелененькие оставляем давайте на другой посмотрим потому что там плохо видно вот здесь срезать надо очень близко а а все обычно отламывают вот здесь поэтому она не цветет а надо оставить вот эти зелененькие чтобы следующем году зацвела но это будет некрасиво поэтому что мы делаем вот как допустим эту если мы срезаем вот тут вот то за цвета и только вот это вот вся палка цвести не будет на ней пусто значит надо отрезать только вот эту верхушечку оставляя вот эти зелененькие лепесточки цветочки вам все понятно если есть вопросы пишите я вам еще раз расскажу вот так так что срезайте правильно серий и в следующем году будет еще пышнее цветение вот так еще раз покажу вот это срезаем центрально эти две длинненькие оставляем зелененькие так сейчас на ваших глазах я это сделаю правда у меня с собой ножик но никак не не секатор вот так смотрите наклоняю и срезаю об комар кусает вот и смотрим остается два вот таких дверь с лепесточками и вот так срезаем но вот это хуже стоит без всего ствола если хотите чтобы долго стояла нужно срезать конечно пониже тогда вот тут еще питательные вещества остаются эндода хорошо в срезке а вот такая в срезке очень плохо будет стоять но как всегда как и в тюльпанах надо срезать головки только головки чтобы хорошие тюльпаны были сейчас я про тюльпаны вам расскажу идемте расскажу про тюльпаны сиренька сиренька красивая сиренька наступил сезон сирени так рассказываю где тюльпаны тюльпаны уже почти не остались вот смотрите остались каких-то 2 дохлых тюльпана вот подходим срезаем тюльпанкой шуйку страшный тюльпан даже страшно подходить к нему срезаем его так тюльпан а для того чтобы хорошо следующий год остался нужно срезать только вот эту головку вот так откусить только головку тогда в следующем году хорошо будут свести тюльпаны а вот так вот вниз вот так вот тогда он сила у него не будет столько много но вот с этих двух листиков кстати силы хватит но если как на выгонку надо срезать только вот такую верхушечку почему резкость плохо наводится я не знаю так а этот тюльпан пойдет в компост а этот тюльпан мы сейчас поставим вазочку он же еще красивенький наверно так здесь у меня мало тюльпанов осталось вот все остальное уже срезана так я захочу чтобы следующем году были красивые тюльпаны поэтому пойду-ка срежу вот этот вот уже но ведь я низко срезала а надо повыше ну я хочу еще чтобы он поставил вас очки вот так вот какие красавчики посмотрите на них такие очень красивые красивые вот такие но эти пусть еще порастут порадует глаз хотя уже столько мало осталось кстати смотрите распустилась розочка какая милая смотрите первая роза в этом году это 15 14 мая потому что она росла в парнике и поэтому она решила вот так распуститься красоточка это в кашпо я сейчас его заберу и поставлю кашпо на новое место здесь какой-то затерявшийся тюльпан мы обязательно сломаем а для чего поставим его вазочку чтоб следующем году созрели вот эти все и создали новую 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 нам цветочек новый новый цветочек а вот мои тюльпанчики которые только-только я срезала красота просто прелесть скажите вот так дальше идем так дальше дальше идем ой какая красота посмотрите тут вот такая синяя фиолетово бордовая пока здесь срезать ничего не будем лучок начинает зацветать пока еще не красиво так здесь у нас виноград спрятан еще от холода здесь и рис расцвел но я и рис не люблю откуда у меня он кто-то подарил видно ну ничего пусть порастет здесь в уголочке здесь вот такие красивые луки хотят зайти и ну и вышло солнышко на закате посмотрите сколько много будет голубики вот какая голубика смотрите сколько цветоносов здесь она посажена по правилам смотрите обнесено деревяшечкой чтоб земля никуда не уходил и есть здесь очень хорошо потому что рядом голубика не очень хорошим состоянием так смотрите вот еще один цветок сорвать не сорвать прям целая будет разноцветная история но мы же хотим что в следующем году она хорошо расцвела поэтому срезаем или вот так луковицу вернее цветочек вот так на выгонку чтобы хорошая твердая была кузь если мы пониже то будет средняя луковица а если оставим то вообще будет мелко что мы делаем мы пока оставляем почему вы скажете вы же хотите большую луковицу но я хочу иногда приходить голубики и любоваться здесь у меня трава скошенная ждет ой пахнет травой сильно-сильно вам не слышно через интернет я буду вот сюда вот на огород пока он пустует пока он не посажена на нем ничего я вот сюда на огород буду кидать траву видите лежит тонкий слой травы и потом еще это школка здесь меня растения разные прикопаны там гортензии кто-то если хочет можно показать могу показать здесь спрятаны разные гортензии вот молоденькие маленькие вот они о кстати даже с прошлого года цветок остался от гортензии вот это да смотрите опять резкость не наводится вот видите а вот здесь вот расцветет в этом году даже потому что рядом был цветоносик так потом польем прольем это у меня школка вот если вы мне хотите приобрести смотрите жуки они уже видят я еще не успела проснуться они вот тут вот смотрите красные жуки я вас знакомлю красными жуками которые лили видят ой какой ужас что мне делать вот это ужас их надо обязательно снять или их надо они исчезли их надо как-то уничтожить но мне их жалко у меня же природное земледелие но лилии сжирает уже все смотрите покусанные и значить может не расцвести если они съедят и надо спасти лилию мороз не съел так захотели чтобы сели жуки красные вы видели таких красные жуки сейчас мы поищем их что-то их не нахожу не кстати не убегают быстро надо пропшикать все я понял хотя и не пшик и ничего но придется пропшикать комары кусают уже меня смотрите желтые тюльпанчики такие красивенькие хотим мы чтобы на следующий год они нам дали красоту поэтому сламывайте обламывайте ходите по саду вот так и цветочки свои обламывайте вот и вазочку можно поставить ну все ну что сиреньку не забыть взять свою сиренку все это оформим ой за потеряли оформим вот красивый букетик оформим где мы еще цветочки на закате ну все до новых встреч друзьях сирень или тюльпаны в саду наслаждайтесь этой красотой вот и вот так красота а а Продолжение следует...